Девушки отдыхают Ответ может удивить непосвященного. Музыка на самом деле сродни танцу. Чтобы она появилась, металлическое полотно, как струны и клавиши, должно двигаться в стремительном темпе. Музыка на самом деле сродни танцы. Звуки сопровождают нас 24 часа в сутки. И порой кажется, что от них можно сойти с ума. На самом же деле вы быстрее потеряете рассудок, если останетесь в полной тишине. Потому что человек не может жить без звуков. В такой обстановке вообще-то человек психологически долго не может находиться. Потому что мы привыкли хотя бы к минимальному уровню шума. Человек психологически выходит за барьер своих эмоций. Музыка на самом деле. КОНЕЦ Первые упоминания об игре на бокалах датируются XII веком. Сам Моцарт писал произведение для такого хрупкого инструмента. Сыграть на нем можно все, от фуги Баха до песен Битлз. Бокал можно настроить. Это делается также с помощью воды. Мы видим, если мы нальем немного воды в бокал, то его тон понизится. Чем ближе вода к краю бокала, тем ниже тонн. Мы слышим это изменение. Чтобы настроить этот музыкальный инструмент, нужно обладать безукоризненным слухом. Только после долгой и кропотливой работы ничем не примечательный набор бокалов может превратиться в ангельский орган. Так называли этот инструмент в XVIII веке. Для этого нам нужен не просто один палец, который извлекает звук, а как минимум несколько точек, которые соприкасаются с бокалами. А также, что очень важно, локти, которые исполняют роль басовой педали органа. И все вместе. Но как бокалам удается порождать эти волшебные звуки? Если провести мокрым пальцем по краю сосуда, он начнет вибрировать. Стенки бокала с молниеносной скоростью движутся вперед и назад. Сотни колебаний всего за секунду. Дрожащие стенки толкают воздух рядом с собой. И это образует звуковые волны. Кстати, их можно увидеть. При гудении края бокала вибрируют и заставляют вибрировать воду. Это, наверное, редкий, достаточно уникальный случай, когда мы можем увидеть те самые герцы, колебания. Звуковые волны можно увидеть и на другом примере. Для этого нам понадобится аудиоколонка, полиэтиленовая пленка и вязкая жидкость. Например, автомобильный шампунь. То, что вы слышите и видите, звук рожденной вибрации 30 колебаний в секунду, то есть имеющий частоту 30 герц. На замедленной съемке отчетливо видно, как капли шампуня буквально выталкиваются с мембраны динамика. Звуковые волны, заставляющие капли подлетать, достигают и нашего уха. Они ударяются в барабанную перепонку и вынуждают ее колебаться. Вибрации передаются дальше в среднее ухо, затем в мозг для обработки, и мы воспринимаем их как звук. Чем больше герц, то есть чем чаще эти колебания, тем выше получается издаваемый звук. Диапазон частот считается от 20 герц до 20 тысяч герц. Но, разумеется, это в идеале, потому что с возрастом высокие частоты уже хуже человек слышит. Все, что ниже 20 герц, это называется инфразвук. А все, что выше 20 тысяч герц, это называется ультразвук. Этот древний инструмент позволяет услышать сразу несколько звуковых тонов с разной частотой колебания. Колокол в момент удара издает более 10 звуков. И самая большая загадка его металлического голоса так называемые фантомные звуки. Колебания за гранью слышимости, ультра- и инфразвук. Слушали старинные колокола, современные колокола. На некоторых вот этот фантомный звук присутствует. Откуда появляется, непонятно. И как это на это влиять, тоже неизвестно. Все-таки колокол ведь предназначен для человеческого уха, а не для приборов, скажем, не для анализаторов. Красивый голос колокола – результат большого труда, интуиции мастера и даже везения. Этот звук зависит от множества параметров. И самый важный из них – металлический сплав, из которого будет отлит необычный инструмент. Секрет благозвучия известен давно. 80% меди и 20% олова. Этот сплав называют колокольной бронзой. Причем металлы должны быть максимально чистыми от примесей. Иначе это повлияет на акустику колокола. Дело в том, что разные сплавы по-разному рассеивают механическую энергию, образующуюся во время колебаний колокола. А ведь колебания и рождают звук. Яркость и многозвучие колокола зависят от его формы. Здесь важны пропорции купола, толщина и изгиба его стенок. Все влияет на то, как будут отражаться звуковые волны, рожденные инструментом. На некоторые факторы может человек влиять, а на некоторые нет. Вот, скажем, мы можем за счет изменения диаметра, за счет изменения толщины, за счет изменения профиля, за счет изменения материала формы, куда будет заливаться металл, мы можем изменить. Но есть еще другие факторы природного характера. Это относительно влажность воздуха, атмосферное давление и фаза луны. Вот на эти факторы человек уже влиять не может. Издавна считалось, что колокольный звон благотворно влияет на человека. Такое виброакустическое воздействие оказывают его неслышные ухом колебания. Ультразвук. Наши предки настолько верили в целительную силу колоколов, что во время эпидемии звонарям было приказано звонить весь день без отдыха. Считалось, что так они прогоняют болезнь. Медицина уже использует это явление. Облучают тело ультразвуком. Даже не ультразвук. Там, скорее всего, ближе к звуковому, слышимому порогу. Меньше, ниже 25-30 тысяч герц. Они там облучают. Люди получают облегчение. Дает ли ультразвук лечебный эффект? Пока неизвестно. Однако высокочастотные колебания уже нашли применение в разных областях знаний. Например, в звуко- или соно-химии. Науке, изучающей влияние акустических волн на физико-химические процессы. В этой пищевой лаборатории работают над технологией повышения качества мясных продуктов. Обработка ультразвуком, например, помогает уменьшить количество соли в фарше. На вкус фарш не изменится. Но количество соли можно снизить на 20%. А значит, сделать пищу более здоровой. Ведь соль влияет на сердечно-сосудистую систему организма. Установка, которая предназначена для кавитационной обработки жидких пищевых сред, основана на воздействии ультразвуковых колебаний на водные среды, в результате чего происходит разрушение их структуры. И эти водные среды приобретают свойства, которые отличны от питьевой воды. Запускаем насос и включаем ультразвуковой генератор. В ходе обработки так называемые жидкие среды, а проще говоря, вода, рассол или сироп, меняют свою молекулярную структуру. Происходит акустическая кавитация от латинского кавитас – пустота. В жидкости образуются полости, насыщенные паром, и мгновенно схлопываются, излучая при этом ударную волну. И таким образом мы можем, например, восстанавливать утраченную мясом природную влагу, которая хранилась, допустим, много времени, вот, используя вот эту кавитационную воду. В жидкостях, пропущенных через ультразвуковой реактор, гораздо лучше, чем в обычной воде, растворяются витамины и прочие полезные вещества. И не только. Учёные доказали – ультразвуковые колебания нейтрализуют вредных микробов. Кроме того, при, так сказать, обработке воды в ультразвуковом реакторе образуется так называемый короткоживущий реактив фентона, ну, это гидроперики, скажем, и она губительно действует на микроорганизмы. Мы проводили эксперименты, если, скажем, там, в питьевой воде какое-то мы зафиксировали определённое количество колоннеобразующих микроорганизмов, то после обработки в реакторе это количество уменьшилось на порядок, то есть 10 раз. Мы не слышим весь спектр звуковых частот, но многие существа слышат куда больше нас. Ну, вот, опять же, по силе слуха, по дифференциации, конечно, искать чемпиона надо среди ночных созданий. Те, которые живут в полной темноте или в почти полной, когда на зрение полагаться не приходится. Люди часто думают, что сова и другие ночные животные отлично видят. Ничего подобного. Их зрение не такое уж и хорошее. Зато они хорошо слышат и именно благодаря этому могут охотиться. Вряд ли мы смогли бы почувствовать то, что, например, слышит сова, ночная птица, которая способна в полной темноте с заклеенными глазами поймать мышь, не ошибиться, только по слуху. То есть и сила звука, и направление, и точность броска. То есть она по слуху координирует свои движения. Но еще интереснее устроен слух у насекомых. Нам, людям, практически невозможно осознать, как именно они слышат. Если у человека два уха, у насекомого их сотни. Например, в области ног у них есть перепонки, воспринимающие колебания воздуха. Звук улавливают и специальные волоски на брюшке. Вот почему самцы некоторых насекомых способны услышать зов подруги за сотни метров. Конечно, у них нету такого головного мозга, чтобы столько дифференцировать, что это я услышал, увидел, обработать информацию. Но то, что картина, которую дают их органы чувств, другая, это безусловно. Даже такие знакомые и понятные нам животные собаки иногда поражают нас чутким слухом, который не изменяет им даже в довольно пожилом возрасте. Они способны воспринимать звук частотой до 30 килогерц, тогда, как человеку доступно только 20. Именно этим порой объясняется их загадочное поведение. Что может заставить четвероногого члена семьи внезапно прервать послеобеденный телесеанс? Дело в том, что собака улавливает знакомые звуки задолго до того, как это смогут сделать люди. Хозяин только входит в подъезд и поднимается по ступеням, а собака уже встречает его у двери. Но различия между нами и животными не всегда и не только в остроте слуха. Изволь. Да. Некоторые звуки, издаваемые летучими мышами, по крайней мере, хорошо слышащий молодой человек различает. Ну, у мыши же тоже диапазон писка, то есть это, по-видимому, самые басовые писки. Человек постарше, особенно горожанин, мы же глохнем от постоянного городского грохота, уже не слышат. Если бы диапазон слышимости человека расширился, нашему мозгу пришлось бы обрабатывать гигантское количество дополнительной информации. Попробуем представить себе, каково это, когда слуховому восприятию мешает какофония хаотичных звуков. Это так называемая комната спецэффекта. Ее стороны не параллельны друг другу. Пол скошен относительно потолка, а бетонные стены едва тронуты масляной краской. Поэтому каждый звук здесь повторяется многократно, отражаясь, искажаясь и путешествуя от одной поверхности к другой. Из-за этого любой звук, появляющийся в комнате спецэффекта, будет слышно целых 12 секунд. Для сравнения, в вашей квартире это займет не больше, чем полсекунды. Непривычная акустическая среда сбивает человека с толку, мешает воспринимать речь. Мозг ловит обрывки одной и той же фразы, с трудом пытаясь упорядочить их в осмысленное целое. Всего пара минут, и мозг, словно перегруженный компьютер, перегревается. У молодых людей, оказавшихся в этой комнате, появилось ощущение физического дискомфорта и даже легкой тошноты. Кроме того, у всех разболелась голова. Не думаю, что это вообще полезно и приятно кому-то будет. Перемешивание звуков иногда даже сбивалось с того, что вот ты произносишь, то есть терялась даже мысль. Может быть, я в такой комнате явно не хотела. Звукозаглушающая или сурдокамера устроена таким образом, что звуки здесь поглощаются буквально на лету. Помещение отделано стекловолокнистыми клиниями. Они расположены в псевдопроизвольном порядке по всем поверхностям. На потолке, вдоль стен и под решетчатым полом. Тяжелая дверь плотно закрывается. Звуки здесь поглощаются практически полностью. Каково это? Провести в абсолютной тишине всего пять минут. Может быть, лекарством от такого шума станет его полная противоположность? Абсолютная тишина. Как будто в сон клонит, правда, но на самом деле очень давит это все. В такой комнате человек не слышит даже стук собственного сердца. Мозг за тысячелетия эволюции, привыкший анализировать звуки окружающей среды с точки зрения безопасности, начинает бить тревогу. Находиться тут более пяти минут просто невозможно, потому что давит на уши огромное давление воздуха и такое психологическое ощущение, что никого нет кроме меня вообще во всем мире и находиться тут я больше не хочу, я пойду. Человеку обязательно нужен фон, на котором он может выделять фигуру. Известное явление, что людям проще готовиться к экзаменам, читать литературу сложную, когда есть какая-нибудь фоновая музыка. При первичном рассмотрении это кажется парадоксальным, потому что наоборот хочется, чтобы ничего не отвлекало и можно было целиком направлять внимание на изучаемый объект. Но оказывается нулевой фон не является оптимальным для того, чтобы мы могли усваивать информацию. Должна быть какая-то определенная ритмика, какая-то структура внешнего фона, на которой нам проще было бы воспринимать объект и изучать его. тем не менее жители больших городов иногда так жаждут тишины и покоя, что готовы запереться от всего мира. Отсутствие шума гарантирует им камера сенсорной депривации. Это камера сенсорной депривации, в которую вы сейчас будете погружаться. Там вы полностью изолируетесь от имбутов окружающего мира. Для того, чтобы в нее попасть, вы перешагиваете в раствор, разворачиваетесь и, опираясь от дна, отклоняетесь назад. Плотный раствор соли выталкивает вас на поверхность и вы расслабляетесь, пребывая в этом состоянии час. Через час я приду и проверю, как у вас дела. Пожалуйста, вставьте вот эти беруши. Камера сенсорной депривации выглядит не слишком привлекательно. Людям с клаустрофобией она определенно противопоказана. Внутри нее соляной раствор настолько плотный, что выталкивает человека на поверхность как поплавок. При этом раствор нагрет до температуры человеческого тела, так что кожа тоже ничего не чувствует. Наши тактильные температурные рецепторы не могут привести границу между телом и окружающим пространством. добавив к этому, что он находится в абсолютной тишине и абсолютной темноте, уровень изоляции достигается достаточно высоким. Через несколько минут после начала сеанса пациент вдруг начинает слышать, как бьется сердце, как легкий набирает воздух, как пища переваривается в желудке, а некоторые признаются, что слышат, как кровь течет по венам. Как объяснить этот эффект? Сначала, когда я ощутилась в этой камере, я ничего не слышала, полная тишина, а потом, через некоторое время, я начала прислушиваться к своему телу и начала слышать, как я душу, начала слышать свое сердцебиение. И что удивительно, я даже слышала, как урчит желудок, я так никогда не ощущала, я даже начала его ощущать, и я прям ничего кроме этого, ни о чем кроме этого не могла думать. Дело в том, что когда человек находится в условиях сенсорной депривации или высокого уровня изоляции от импульсов окружающего мира, его пороги восприятия, пороги чувствительности сильно падают. То есть даже маленькому импульсу достаточно для того, чтобы пробиться и быть замеченным сознанием. Получается, наш слух гораздо острие и изощреннее, чем кажется. И мы порой способны улавливать даже самые слабые звуки. Просто в шуме большого города мы этого не замечаем. Мы с вами можем услышать падающий листик тогда, когда мы находимся вне шумового источника. А в городе у нас, к сожалению, присутствует шум. Мы живем все время в шуме. То есть мы вообще-то все время живем в шуме, но только низким уровнем. в городских условиях он у нас повышен. И поэтому, наверное, шум листика мы с вами, как городские жители, не услышим. А громкий звук, конечно, мы выделим его. Просто уровень звука падающего листика, он будет ниже, чем уровень шума в городских условиях. Поэтому не услышим. Маскируется звук. Психологи считают, что подобный опыт может иметь весьма долгосрочный терапевтический эффект, расслабляющий, полезный. Но вот находиться в темноте и тишине часами чревато последствиями. Человеческое сознание нуждается в некой опоре. Мы должны осознавать себя в некоторых координатах, на которые мы можем опереться. И, выпадая из привычной картинки реальности в абсолютную тишину и пустоту, мы должны создать эти координаты. У человека в камере начинается проективная активность. Он начинает галлюцинировать. Мы живем в мире звуков. Наука о звуке, акустика не просто изучает его физическую природу, но и год за годом находит области, в которых эти знания можно использовать во благо человека. От архитектуры до психологии, от металлургии до медицины. И чем чаще мы будем прислушиваться к звукам, тем больше открытий сможем совершить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok